Оказалось, что отдельно избранные участники рекламного рынка дивизировали в этот отдел своих представителей, которые, используя служебное положение, годами дубировали интересы своих поколителей. Мы обновили лекарственный состав отдела рекламы, провели аудит в состоянии рынка рекламы. В ходе многочисленных комиссий регулярно появлялись нарушения несоответствия действующему законодательству. Многие рекламные конструкции устанавливались не согласно требованиям СНИПов и ДБМ. Но на каждую инициативу управления коммунальной собственности навести порядок в отрасли рекламы мы встречали ярое противодействие со стороны избранных рекламных агентств. Она заключалась в написании жалоб и заявлений во все силовые структуры и заканчивалась моральным давлением на сотрудников управления коммунальной собственности. Также хочу проинформировать, что во вторник были проведены общественные ослушания, во время которых был рассмотрен проект нового порядка раздражения внешней рекламы. Хотелось бы отметить следующее, что свои изменения за месяц, который этот проект решения проходил регулярно на турнар, в письменном виде свои замечания к этому проекту входило только в предприятие «Металл». Это один из восьмых больших операторов рынка рекламы. Тревожная ситуация сложилась в сфере оплаты за размещение рекламных конструкций. Результаты аудита свидетельствуют, что учет такой оплаты практически не производился. А поэтому оказалось очень сложно провести детальный и эффективный анализ оплаты субъекта рекламного рынка. Первые результаты проведенной сверки свидетельствуют о том, что ряд субъектов рекламного бизнеса не доплачивают городу от 10 до 20% ежемесячных платежей.